Добрый день, дорогие друзья, знакомые, близкие, родственники и все, кто меня знает. Вас приветствует аккумулятор-сервис в городе ДжТБРА. Сегодня я хотел бы поговорить о батареях, об аккумуляторах, о тех, которые не стоит покупать, которые заведомо несут ложную информацию о себе и, по меньшей мере, они не оправдают ваших надежд и вложений. Значит, вот сегодня привезли мне парочку аккумуляторов. Это вожак, вожак полностью высаженный, наш казахстанский производитель. И вот такое чудо. Батарея Кобат Энерджи, 135 Ампер, 850 пусковой ток, производитель Тубор, Москва, Новосходинское шоссе, дом 3А. Масса 35 килограмм указана. Значит, привезли ее тоже полностью в разряженном состоянии. Процент емкости 12, процент заряда 0, пусковой ток 298 Ампер, напряжение 1192, сопротивление 927. И плотность электролита 1,08. Ну, в принципе, по всем банкам 1,08. Это я уже сделаю с поправкой на температуру. Она тоже холодная, минус 2 градуса. Так, что с этой батареей не так? Вроде все цивильно, красиво выглядит. По размерам точно такая же, как и вожак. Ну, чуть-чуть, наверное, выше на сантиметр. Ширина и высота, длина одинаковая. Это у нас 132 батарея, это 135. Все хорошо. В чем же проблема? Где подвох? А подвох в самой батарее в корпусе. Вернее, не в корпусе, а внутри корпуса. Вот у нас пластины, нормальные пластины, казалось бы, стоят. А сбоку у нас, сбоку вставлена проставка пластиковая. Пластиковая проставка, шириной где-то, на мой взгляд, где-то в районе 4, может даже, 5 сантиметров. С этой стороны, с этой стороны все чисто вроде. Там ничего нет. То же самое, ну, на всех банках. На этой баночке то же самое. Вот. Так, я запечатлеть, что было хорошо видно. Вот ее хорошо видно. Вот она, пластиковая проставочка. Так называемый, какой-то расширитель. Я не знаю, должно так быть, не должно, но дело в том, что с этим я сталкиваюсь только вот у этого производителя, конкретного Тубора. В остальных батареях, вот сколько в ней их возят разные производители, этих проставок я не вижу. Привозили Тубор, 190 батареи, точно такие же проставочки. Характеристики заявленные не батарея не показывала. 190 батарея, я думаю, что по характеристикам она больше подходила на 132. Здесь, я думаю, что в этом корпусе стоит не 135 батарея, а по меньшей мере наверное сотая. Здесь батарея по кальцевой технологии сделана. Какие-то видите, ГОСТов я не вижу, здесь техническое фолье. Так, здесь, здесь у нас ГОСТ интересно есть, это наша, ну вот это наша Талдык-Урганская батарея, сделанная по ГОСТу, от 2008 года, 153, 165. Здесь, на этой батарее ГОСТов мы не видим, только техническое условие. видимо, это техническое условие. Значит, батареи не первый раз привозят именно вот этого производителя. Где-то написано КОБОТ, где-то КОМБАТ, здесь отличный ТАНК Т-34 нарисован, видимо, для того, чтобы покупали те люди, которые ездят на танках. Ну, на танках они далеко с этой батареей не уедут, потому как батарея, этой батареи месяц, всего лишь месяц. Как они высадили, я с водителями не разговаривал, вот они привезли, я при них сделал диагностику батареи, эта батарея полностью высажена, но как выяснилось, у них на вот этой батарейке висит музыка, музыка, рация, все прочее на 12 вольт, батарея разорвана 24 вольта, поэтому эта батарея полностью высажена, вот на ней 4,5 вольта. Остальные параметры не просматриваются, потому что тестер ему не за что зацепиться по напряжению. Значит, ну, и эта батарея, эта батарея, она, по сути дела, должна быть сейчас в перезаряде, в этом состоянии. Завтра более подробно, более точно узнаю у владельца автомобиля, у водителей, каким образом так получилось, что батарея высаженная в ноль, либо все-таки возможно, что это какой-то заводской брат, батареи месяц, состояние вообще никудышнее. так, так что, ребята, я уже не первый раз сталкиваюсь с этими батареями этого производителя. если где-то в каком-то магазине вам будут рекламировать, предлагать батареи этого производителя, постарайтесь обходить стороной, потому что ну, настолько, настолько она неуверенная в себе, эта батарейка, и я не рекомендую их брать, потому как ни одна из таких батарей, 100 тысяч километров Тумер, 100 тысяч, что это за звезда, она может уже прошла 100 тысяч километров, потом ее отвезли в магазин, непонятно. Ни одна из этих батарей, вот этого производителя, привозили абсолютно новые батареи, прям с магазина, ни одна из батарей не показывала свои характеристики, не выдавала. Если наши, пусть они их не хвалят, опасаются наши ураганы, но, по крайней мере, с прилавкой они все показывают отличные результаты и достойно выглядят. В работе два-три года эти батареи отхаживают, при всем при том, что, как правило, зарядка не соответствует, высаживают, суровые зимние условия, все-все-все-все-все, кучу божики, ураганы, все прочее, наши казахстанские, ходят, будем так говорить, на уровне Кюмени. К сравнению это особо ни с чем, вот, кобот я бы не рекомендовал. Так что, судите сами. Всего доброго, друзья, до новых встреч.